МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На севере издревле почитались три вещи – огнево, олень и бубен. Барган считался женским бубном и также почитался северянами. Право изготовления этих инструментов имели только шаманы, поскольку их использовали в обрядах камлания. Для привлечения духов-защитников. Какие еще музыкальные инструменты ценятся как сокровища севера – узнаем сегодня. Первые звуки человек извлекал, постукивая себя по груди и бедрам. Так он отгонял детей и животных и предупреждал об опасности своих соплеменников. Первый музыкальный инструмент – человеческий голос – служил для подражания голосам птиц и животных. Это было основой хорошей охоты. Когда же человек стал использовать орудия труда не по назначению, зародилась музыка. Самые старые музыкальные инструменты найдены в Молдавии. Дудки и пищалки были изготовлены в 2522 году до нашей эры. Во время раскопок в Украине археологи нашли целый оркестр древних музыкальных инструментов – костяные свистки и дудочки, погремушки и трещотки из кости мамонта, обтянутые сухой кожей бубны. Ученые полагают, что мелодии, произведимые этими инструментами, служили в разных целях, например, при исполнении охотничьих танцев. Вид и звучание инструмента зависели от места, где проживал человек. Например, на юге были популярны струнные инструменты, на севере – ударные шумовые. Увидеть их можно на ярмарке-выставке «Сокровище севера». Без них не обходится ни одно выступление творческих коллективов. Этнические танцы непременно сопровождают ритмичные звуки бубна, а песни сменяет завораживающая мелодия в органа. Есть и совсем экзотические инструменты, которые встречаются только на подобных ярмарках. Например, музыкальное бревно. Для нивхов, коренных жителей Сахалина и Амура, это главный инструмент медвежьего праздника. Бревно олицетворяет тело медведя. Во время игры на тетя Чхаш тексты произносятся шепотом или про себя. При этом на первом плане громкие удары по бревну, символический ритм которых должен был донести до духов благожелательный настрой людей. Чуваш называет его варамтура, что означает камар. Киргизы называют камус, майский жук. А эстонцы пармупиль, что означает шмель. Необычное звучание этого инструмента человек оценил на всех континентах. А сицилийская мафия нашла ему криминальное применение. Есть сведения, что с помощью воргана передавалась закодированная информация. Ворган – один из древнейших музыкальных инструментов, прошедшим через века и практически не изменившим свой внешний вид. Ворган издает вибрирующие звуки, похожие на электронные, богатейшего тембра и диапазона – от самых низких до самых высоких. Помимо самого инструмента в рождении звуков участвуют пальцы, органы дыхания и речи, брюшной пресс. В древности считалось, что игра на воргане очищает сознание человека, гармонизирует силы всех органов, укрепляя духовные силы. Полагают, что родоначальником воргана был лук, появившийся в доисторические времена в эпоху Мезолита, приблизительно 9-12 тысяч лет назад. Человеку было достаточно упереть один конец лука себе в небо или в зубы, а другой – в землю, и смертоносное орудие превращалось в музыкальный инструмент, на котором играли, ударяя пальцами или палочками по тетиве. Знали ворган и в Европе. Например, в средние века юноши с помощью воргана привлекали внимание девушек. Во всех светских элитных салонах непременно играл музыкант-ворганист. Экзотическим звучанием воргана в свое время восхищался сам Гёте. Центром изготовления воргана был австрийский город Мольн. Там 35 семей занимались потомственным бизнесом и в год выпускали до 2,5 миллионов музыкальных инструментов на всю Европу. В советские времена ворган был запрещен как вредный пережиток прошлого, связанный с шаманизмом. Несмотря на это, старшее поколение сумело сохранить традиции игры на воргане и передать их своим детям и внукам. На территории Российской Федерации искусством игры на воргане владеют на Алтае, в Хакасии, Якутии, Башкортостане. Сегодня Якутия и Магаданская область – одни из главных мировых центров изготовления ворганов и игры на нем. Музыканты считают, что ворган способен выразить все человеческие чувства. Музыка основывается не на мелодии, а на выражении исполнителям своих эмоций. Так ли это – спросим у музыканта. Здравствуйте. Здравствуйте. Надежда Николаевна, скажите нам, действительно ли на воргане можно сыграть практически любую мелодию? Да, можно. Как говорят, было бы желание, а остальное все приложится. Можно сыграть и можно выразить через музыку свое настроение. А у нас в корякском народе, в районе, почти утрачено это. Хотя само название есть «Внияйер» по-корякски. И я потом, когда стала ездить по таким выставкам в Хабаровске, здесь, в Москве, то увидела, как играют. Я стала потом, когда изучать у себя в музее самохранитель фондов, то я нашла, что играли коряки. И в Караеведческом музее Камчатки есть до 20 инструментов корякских. То я купила и смотрела, как они играют, начала играть. А потом вспомнила, это у нас и на травинках играли, и на деревяшке, когда мы были маленькие, еще в советское время. Но сейчас уже у нас и мало коряк осталось, и вот это утрачивается музыка. И я хочу возродить ее. Ну, а в чем основная сложность игры на Варгане, вот вы как профессионал? Основная сложность, что если ты не знаешь, то, конечно, мозоли набиваешь на губах, язык ранишь. Это без дыхания. А сейчас я вам с дыханием играю. Сам язычок выберирующий должен быть посередине рта. Носоглотку закрываете, зубы закрываете губами, прижимаете инструмент к себе, язык туда убираете, чтобы не пораниться. Видите, как сложно, сразу столько много движений надо сделать. Что-то начинает получаться. Ну, это действительно нужно, нужно ногу. Я убрала сразу руку. То есть надо язык убрать, чтобы освободить... Да. Ну, хорошо, спасибо большое за мастер-класс. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Бубен – самый популярный инструмент у народов Севера. На ярмарке-выставке «Сокровище Севера» его можно услышать практически в каждом павильоне. Большие и маленькие сувенирные – сегодня их может купить почти каждый. А изначально это был магический инструмент шамана. Бубен шаман либо получал в наследство, либо делал сам. Но не сразу, а через несколько лет после начала его шаманской деятельности. При этом шаман-учитель указывал новичку, где нужно срубить лиственницу для остого бубна. Колокольчики и подвески разрешалось прикреплять. Но когда бубен войдет в силу – года через три. Для ямальских немцев характерны бубны овальной или яйцевидной формы, размерами примерно 60 на 50 сантиметров. Обечайка из лиственницы представляет собой обруч, соединенный в одном месте. В малоземельской тундре бубен меньшего размера, около 40 сантиметров в диаметре, круглой формы. Рукоятка его представляет собой две деревянные планки, одна из которых образует как бы хорду. Бубны используются шаманами при совершении религиозных обрядов, так как считается, что их звук обладает магической силой, способной отгонять злых духов. Варган и бубен по праву можно назвать самыми популярными инструментами в этном мире. Они одинаково звучат и в стойбище, и на эстрадной площадке. Однако встречаются и народные инструменты, которые не встретишь на большой сцене. Здравствуйте. Чакшлаш. Расскажите нам про свой музыкальный инструмент. Ну, музыкальный инструмент, скажем, вообще этот инструмент, как у любого народа, очень древний инструмент. Называйте, кирлистом дошло на перелисти, тут две стороны. У нее специфический звук. Ну, легенда этого инструмента такова, что был молодой парень, была у него лошадь. И вот, ну, скажем, недорогие как-то погубили его лошадь. И вот парень не мог успокоиться. Когда он ушнул перед этой скалой, появляется старец, дух и говорит такие слова. Ты долго будешь страдать, если не сделаешь инструмент, чтобы душа твоего коня, его прыть, и его песни, что-то с тобой было связано. Если сделаешь такой инструмент, то будешь вечно вместе с ним. Ну, с тех пор он дарил народу свои песни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Музыкальный инструмент — это не просто предмет для извлечения звука. В руках виртуозного музыканта это орудие, способное покорять, усмирять, водоражить умы и души. Экзотическое звучание инструментов северных народов каждый раз создают неповторимую атмосферу, в котором прошлое встречается с будущим. И тут уж все зависит только от нас. Увидимся. Пока, мбой! Субтитры создавал DimaTorzok